Не стойте на месте, лишь движение создает успех. Как только вы дойдете до своего успеха, я думаю, если это дело, если ваше любимое дело, вы ее оточите настолько классно, если вы оточите, сделаете мастерство, станьте экспертом в своем любимом деле, и если построите на этом деле бизнес, я думаю, он будет успешным. А знаете почему? Потому что этот бизнес будет построен на вашей любви. Согласитесь, полезная информация. А что, если такими полезными темами в течение всего вечера будут делиться 8 спикеров? Тогда получится печа-куча. В Шемкенте второй раз прошла интеллектуальная вечеринка печа-куча, или с японского болтовня. Что она собой представляет? Это краткие выступления, ограниченные по времени. Каждый выступающий показывает 20 слайдов, которые длятся 20 секунд. Таким образом, доклад не превышает 7 минут. Цель мероприятия – это создать платформу для жителей города Шемкента, для обмена интересами и идеями, а также услышать все-таки таких людей, которые работают в государственных органах, с кем мы в обычные будни и дни не встретимся. А здесь, как положено, без галстуков мы встречаемся, разговариваем, обменяемся опытами, идеями и интересными темами. На сегодняшней печа-куче обсуждались самые актуальные вопросы молодежной сферы. Вопросы образования, бизнеса, психологии отношений, правового воспитания, спорта. Психолог Гульмира Оразалиева сегодня выступает с темой «Форевер Аллоун» или трудности отношений в 21 веке. Главной проблемой нашего столетия спикер считает одиночество и подсказывает, как с ним справиться. «Самое первое, что нужно сделать, это, конечно же, выйти на улицу, начать разговаривать с людьми, искать какие-то группы по интересам, выходить в кино, выходить в библиотеки, выходить в боулинг, в кафе, в рестораны. Ну, очень масса таких вот мест, где ты можешь себя отвлечь и чем-то завлечь». С докладом на тему «Спорт в жизни» или «Жизнь в спорте» на сцене выступает директор областных федераций альбинизма, велоспорта и триатлона Саулет Байтенов. Насколько важно заниматься спортом, знает каждый из нас. А вот где и каким спортом, рассказывает Саулет. «Хотелось донести до людей, до молодежи, до взрослого населения о том, что можно свою жизнь внести в спорт, что можно заниматься стабильно спортом, можно засекать каких-то результатов. У нас есть федерации триатлона, альбинизма и велоспорта. Занимаются люди в детских школах, дети, более старшие в ШВСМ, школа высшего спортивного мастерства. Кроме этого, есть любительские клубы. В этом году у нас проводится альпиняда, чемпионат Казахстана по альпинизму. Он проводится впервые и пройдет на жемчужине Южного Казахстана, пике Сайрамском. Это высшая точка ЮКО. Большое внимание зрители уделили выступлению старшего прокурора управления прокуратуры Южно-Казахстанской области Талгата Монтаева. Спикер выступал с темой диванных критиков. Он призвал молодежь не просто критиковать общество, законы и порядки, а предлагать свое решение проблем. Мы тем самым хотели молодежь призвать к охране общественного порядка, чтобы они активно участвовали в нем. И с помощью молодежи создать в обществе нетерпимость к правонарушениям. Диванные критики – это те, которые постоянно критикуют, но при этом ничего не делают. Мы призвали молодежь, вот раз критикуешь, предложи свое решение определенной проблемы. Есть законные методы, то есть дача письменного отклика или предложения в государственный орган относительно той или иной политики государства или законодательства. Изюминкой второй интеллектуальной вечеринки «Печа куча» стало выступление спикеров на английском и казахском языке. Сегодня было два спикера казахскоязычных и один спикер на английском. И мы хотим потихоньку приучать нашу публику к таким неожиданностям, к таким новшествам. Между выступлениями на «Печа куча» участников ждет кофе-брейк. Чтобы обстановка была еще более непринужденной, сегодня здесь играют музыканты, а зрители, которых собралось больше двухсот, делятся своими впечатлениями. Мне очень даже нравится именно эта «Печа куча». Была она первая. Здесь очень даже интересны спикеры. Слушать их было очень увлекательно. И так как был английскоязычный спикер, для меня это на самом деле было круто. Потому что я знаю английский язык и нигде тренировать. И было приятно послушать его. И на самом деле такие мероприятия нужно всегда не в месяц один раз, хотя в неделю один раз провести. Потому что наша молодежь, нужно постоянно развиваться. Так как в Шымкенте очень много молодежи. 80% мне кажется и составляет молодежь. Так что нужно именно в таком направлении, мне кажется, развиваться. Знать английский язык, читать много книжек и, конечно же, общаться. Это на самом деле самые важные факторы нашего жизни. Мне кажется, это мероприятие повышает интеллект нашей молодежи. Так как это реально стоит того, чтобы сходить сюда и посмотреть. Еще одной особенностью сегодняшней вечеринки является его нулевой бюджет. Встреча такого масштаба была организована силами всего 8 волонтеров. В планах у организаторов проводить такие вечеринки каждый месяц. Всю информацию ищите в социальных сетях по хэштегу «Печа Куча Шымкент». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова